О, это полной груди дышит непобедимый Ленинград, освобожденный Ленинград. Будучи 16-летней девчонкой, Валентина Николаевна Щербакова рыла окопы и канавы. Она закончила 10 класс и через несколько дней началась война. Четыре старших брата ушли на фронт, а девушке пришлось работать электриком на железнодорожной станции. В блокаде Валентина Николаевна провела несколько лет. Она защитница Ленинграда и имеет медаль за оборону. В 2015 году ее причислили к участникам войны. Женщины делятся чувство юмора, вот что придавало сил в тяжелые годы. Я уже ушла в октябре 45-го, ну замуж вышла и поэтому уехала. Поэтому я здесь оказалась, Белоруссия, Камчатка и потом Куйбышев. Так осталась здесь. Ну вот и так что еще, знаете, как лазило, стало вам хорошо. Сегодня в преддверии 75-летия освобождения Ленинграда памятный знак от правительства Санкт-Петербурга и поздравления от губернатора Дмитрия Азарова получили участники блокады из Красноглинского района. За одним столом собрались все те, кому пришлось вынести и пережить большое горе. Маленькое торжество, хотя день, конечно, достаточно очень серьезный. События, которые в памяти у них остались, ну, наверное, по большому случаю, ну, перепережитое имя. Вспоминать, наверное, тяжело, но история говорит о том, что это делать необходимо для того, чтобы помнить, знать и не допускать в будущем. Более 300 ветеранов Великой Отечественной войны Самарской области получат денежные выплаты в течение этого года. Чтобы получить деньги, нужно написать заявление и предоставить удостоверение. В Санкт-Петербург уже направлены документы для организации выплаты 87 ветеранам-блокадникам. Мэри Илчан, Сергей Баскин, События.